Заметки Электрика Делительная коробка, двигатель, розетка и прочее Всегда имеется небольшая надпись или обозначение такого вида ИП и две цифры Затем после кода идут две цифры В данном случае это фотореле FR602 У меня о нем, кстати, есть отдельный обзор Где я рассказывал в том числе про схему его подключения и установку Вот то, что было рядом под рукой То и взял в качестве примера Итак, вот первая цифра в коде Она может быть от 0 до 6 Определяет степень защиты корпуса электрооборудования От проникновения вовнутрь твердых посторонних частиц и предметов А также и степень защиты корпуса От доступа людей, например, пальцев рук К таковедущим частям Вторая цифра может иметь значение от 0 до 8 Определяет уже защиту корпуса электрооборудования Или электроизделия от проникновения воды Классификация кодов ИП и методы испытаний На их соответствие регламентируется действующим ГОСТом 14254 А в данном видео я хотел бы вам показать Некоторую часть процесса испытаний Светодиодного светильника ДСП От ИЭК Со степенью защиты ИП-65 С помощью камеры дождя КД-1000 Напомню, что вторая цифра 5 Обозначает наличие защиты изделия от водяных струй То есть Вода Направляется на оболочку изделия С любого направления В виде струй С определенным давлением и диаметром сопла Ну и соответственно Эта вода не должна оказывать вредного воздействия На изделие Ну а теперь Посмотрите непосредственно своими глазами Как проходит Как выглядит эта самая камера дождя Как вкратце я там застал Даже немного Процесс Непосредственно процесс испытаний светильника Далее Как производится анализ То есть прошло изделие Или не прошло данное испытание Ну и все в таком духе Испытывается он на IPX5 Так это светодиодный же какой-то Светодиодный Да Но он наружный В IP65 он, да, наверное По характеристикам Это IP65 светильник Это IP65 светильник? Пятерка сейчас Пятерка, да? Ну пятерочка, да? Да, IP65 Ага Вот испытание Испытание завершено Вот в завершающей стадии присутствует Я так понял 15 минут Да В течение Коль у него пятая цифра Да, получается То определенно идет Струи эти Да, да, да Ну это Да, да, да Манометры, которые показывают нам давление при испытании Мы имеем два дрансбоя Вот сейчас заправлен дрансбоя под пятерку Под IPX5, под шестерку Дрансбоя с большим А, но они меняются эти... Да, они меняются Соответственно, манометр Либо вот сейчас показываю манометр по пятерке Если мы на шестерку поставим Будет задействован манометр под шестерку Это IPX5 и 6 Труба, которую вы видите внутри сферы Она работает у нас под тройку и четверку соответственно У нее в зависимости от испытания на тройку или на четверку Изменяется угол наклона Плюс-минус 60 градусов при испытании на IPX5 Ну, либо сбоку, либо прям непосредственно идет Плюс-минус 50 градусов при испытании на IPX4 Вот в таком диапазоне скоростей происходит регулировка трубы Мы можем ее отрегулировать на любой угол Ну, либо она автоматически Автоматически там в ней заберут Ну, воздействие идет 15 минут, да, как бы на... Или там тоже зависит? Там 10 минут Видный результат, то, что протекла вода Ну, вот есть, да? Да, визуально проводится оценка Ну, визуально, в общем, чтобы не было никаких капель Просоченных там... Да, проверять, почему это произошло Открывать, то есть смотреть причину И вот, все это здорово То есть, смотрится, как краска ведет себя Ну, здесь, как бы, в основном-то нареканий нет, наверное Вот, ученый В основном, лишь бы... Ну, конечно, главное, чтобы не попадала влага во внутрь То есть, после этого, даже если визуально не удалось оценить попадание влаги Они включаются и некоторое время работают для того, чтобы посмотреть Образовался ли конденсат на внутренней поверхности Есть серийные, как бы, такие испытания При которых допускается подача электропитания непосредственно на испытуемый объект Находящийся на столе Да, прямо на столе То есть, вот мы видим технологическое отверстие, через которое могут поступать водозащищенные подводки напряжения к образцу И происходит серийное испытание То есть, мы серию пролива сделали, остановили, подали напряжение Светит, отлично, продолжили, еще там, допустим, 10-15 минут Поливается образец, опять подали напряжение, светит, все прекрасно Следующее, то есть, мы цикличное испытание тоже можем здесь проводить И для этого камеры наши тоже приспособлены Запас воды, камера абсолютно автономна Под полом перфорированным, как мы видим, находится запас воды однотонный Чистой, отфильтрованной воды Эта вода никуда не попадает, кроме того, что она движется по замкнутому циклу И остается постоянно здесь Вода сливается раз в квартал Мы ее очищаем, хлорируем Для того, чтобы не было никаких отложений Вода какая-то дистиллированная или обычная? Вода самая обычная Есть система фильтров, через которые она проходит при заливке Эти фильтры отсекают все то, что недопустимо в этой воде иметь Ну вот, таким образом мы эксплуатируем вот эту вот установку Производитель наш, российский, производитель компании Нижняя Волга Для нас изготовил эту камеру, вот можно на шильдик посмотреть от Нижней Волги Прекрасная, ребята сохранили свою работоспособность еще с советских времен Не растеряли Не, ну это радует, наша установка На выставке, на очень высоком уровне Камера дождя Ну а в конце хотел бы подытожить Правильно расшифровав код ИП Вы не будете сомневаться в правильности установки электрических изделий и электрооборудования В плане воздействия на них климатических и механических внешних факторов Ну, на этом, пожалуй, и все Вот такое вот небольшое видео Кому оно понравилось, ставьте лайки Обязательно подписывайтесь на канал А с вами, как всегда, был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok